Здравствуйте! Сегодняшний эфир я бы рекомендовал посмотреть и нашим соседям, азербайджанцам. Чисто для сравнения, чтобы они могли иногда не товарно-денежными отношениями выражаться и искать себе друзей и соратников, но и искать настоящих друзей, независимо от денег, независимо от толщины кошельков. Вот у вас есть такие представители, как Кузнецов, по-моему, его фамилия Олег Кузнецов, если я не ошибаюсь, Филипп и Казянц, которые за ваши деньги делают все вам. Напишут любую вам книгу на русском языке, сочинят вам любую историю, в том числе и армянскую, в вашу пользу, но сделают все за ваши денежки. А вот у армян друзья другие, бескорыстные. И один из таких бескорыстных друзей, который я хочу продемонстрировать, какие они должны быть. Потому что у армян нет столько денег, чтобы кому-то платить за содействие. И вот одного из таких друзей я пригласил сегодня в эфир. Этот человек, сейчас я зачитаю, значит, русский по национальности. За последние годы он перевел с армянского на русский язык книги и фильмы, среди которых достаточно известные вам. Это книга «Агдах. Четырехлетняя битва». Это научные исследования и статьи о криптоармянах на территории современной Турции. Документальный фильм. Это исторический документальный фильм «Тигран Великий». Это «Освобождение Шуши». Далее это документальный фильм «Кто он? Монте». И это документальный фильм «Возвращение к Арарату». Я напомню, этот человек не имеет армянских корней. Он русский по национальности. Никогда не жил в Армении. Ниоткуда он не приезжал. Он родился просто и вырос в Армению. В России, вернее, говорился. Значит, говорит он, прекрасно говорит на восточноармянском языке, на западноармянском языке, на грабаре древнеармянском языке. И еще в прицепе владеет несколькими диалектами армянского языка. И я хочу его вам сейчас представить. Это Алексей Любимов. Здравствуй, Алексей. Здравствуй, Дмитрий. Здравствуйте. Да, ты уже начал с армянского языка. Алексей, вот здесь надо заметить, что за все эти свои переводы, за эти книги, эти фильмы, которые многие смотрели на русском языке и даже не догадывались, что переводы делал этнический русский человек, рожденный и который вырос в России, самостоятельно изучил армянский язык. И не получил за это ни копейки. Не получил не потому, что тебе не давали, а потому, что ты это делал искренне. Я правильно понимаю? Да, абсолютно. Да, это я просто нашим соседям на заметку. Ни копейки он ни от кого ничего не получал. Все это искренне из-за любви к армянскому народу. Алексей, откуда такая любовь? Первый вопрос. Ну, еще в детстве у меня было много друзей армян. Родился я в маленьком провинциальном шахтерском городке Новошахтинской, Ростовской области. В детстве было много друзей, были соседи. В основном карабахские, кировоцкие. Ну, были из Армении ребята тоже. И меня тогда заинтересовал язык. Я начал изучать. Сначала они меня обучали. То есть, изначально это была какая-то смесь даже диалектов. Литературного языка я тогда не знал. Но я всегда знал, что это один из живых древних языков. Они меня всегда интересовали. Знал о богатой культуре. И как-то в один прекрасный день я пошел в нашу городскую библиотеку. Взял там том Большой советской энциклопедии. Нашел армянский алфавит. Переписал его. И так несколько дней тренировался. И научился писать. Правил орфографии я тогда не знал еще. А позже, когда переехал в Ростов, уже пошел в армянскую общину. И начал посещать там курсы литературного армянского языка. И позже уже ушел в самостоятельное изучение. То есть, словари, книги читал. Начал углубляться, изучать другие диалекты. Грапар. И вот таким образом. Скажи, вот Грапар, он сильно отличается от современного армянского языка? Довольно сильно, да. Особенно. То есть, получается, ты понимаешь, о чем молятся и поют в армянских церквях? Да, читаю. Отличат многих из нас. Язык, конечно, уже никем не используется, кроме как в богослужении где-то. Но, тем не менее, там наиболее сильное отличие от современной в грамматике. В принципе, лексическая база все равно одна. Но в грамматике очень сильное различие. Скажи, сложный ли армянский язык для, скажем так, иностранцев, для непосвященного человека, который впервые с ним сталкивается? Ну, относительно сложен. И смотря для кого, наверное, здесь еще нужно учитывать, какой у человека родной язык исход. Потому что, если это будет индоевропейский... Но представителям каких народов или носителям каких языков, вот скажем, им наиболее легко дастся армянский язык? Сложный вопрос. Наверное, все-таки носителям индоевропейских. Хотя, в плане, например, фонетики, ну, именно фонетического инвентаря, очень много общего с грузинским языком. Хотя языки неродственные. Ну, у них есть общий субстрат. Ну, например, в армянском есть даже субстрат занского типа. То есть, определенные корни, например, существуют только, скажем, в армянском и в мегрельском, в ласском языке. А в других не встречается. Такое тоже есть, да. Ну, это, наверное, из-за того, что многовековые соседи, и кто-то у кого-то что-то принял. Конечно, конечно. Ну, возможно, еще какие-то очень древние общие предки. Ну, этногенеза любого народа – это довольно сложная история. Это не так просто. Да. Ну, понятно, что еще хуритов урадский субстрат и так далее. Скажи, Алексей, вот по поводу диалектов армянского языка. Какой диалект наиболее близок, скажем, тому же древнеармянскому? Я просто знаю, что многие спорят. Например, арцахцы говорят, что наш диалект ближе к рапару. В Западной Армении там свои какие-то. Я думаю, ты лучше знаешь, потому что освоил их все. Ну, так сказать, наверняка, какой именно ближе, смотря в каких аспектах. Например, большинство, ну, большая часть все-таки западных диалектов будут ближе к рапару, нежели… Но, тем не менее, восточные сохранили исконную фонетику. Непридыхательные, полуобрубтивные или слабые обрубтивные звуки. Кэта, чэ, пэта. Которые в западноармянском исчезли, например. Ну, и арцахцы тоже по своему праву, потому что у них есть элементы древнеармянского, которые не сохранились в других… По-моему, это в основном в арцахских диалектах осуществительные, нет? Ну, это суффикс. Суффиксы, да? Как «харт», да, например, как «харс», от слова древнеармянского «харсен», «невеста», «харс». Ну, на арцахском диалекте «харт». Ну, один из примеров, да. Сколько в общей сложности ты знаешь армянских диалектов, на которых ты бы мог изъясняться спокойно с человеком? Ну, когда погружаюсь в среду, могу говорить на арцахском, могу на диалекте донских армян, на каринском, ну, на котором говорят в Гюмриях, Алкалаке, Ахалцехе. Ну, я, конечно, не практикую их, может быть, даже годами не разговариваю, но я прекрасно понимаю. Все диалекты я понимаю, да. Для этого не обязательно изучать все диалекты, все говоры, ну, достаточно какие-то основные из группы освоить, и тогда… Алексей, ну, вот, чтобы прочувствовать вкус армянского языка, да, и понять отличие, скажем, западноармянского языка от восточного армянского языка, ну, давай, скажем, может быть, ты поприветствуешь армян всего мира и пригласишь их в ближайшее время в Армению, на восточноармянском и на западноармянском. Да, конечно, ну, на восточном это будет звучать так. Ну, разница там особо я не прочувствую. Разница в основном во фонетике. А скажи, а вот если это сказать на древнеармянском, на грабаре? На грабаре? Да, вот если это сказать на грабаре, какова будет разница? Вох чуним, айот, ашхаль. Ну, грабар, дело в том, что он ведь все-таки мертвый язык, на нем не говорят, но разница будет. Вот, например, глагол вох чуниме, ну, в настоящем времени, на восточном так звучит, кух чуним на западном, а на грабаре просто вох чуниме. Другой порядок слова будет. А на арцахском диалекте как это слово будет звучать? Ну, в арцахском диалекте в основном не употребляют это слово, просто бари вуменьк, бари вуменьк, бари вуменьк, бари вуменьк, бари вуменьк, бари вуменьк, ашхальки лох айрин. Лох чин, бари влух чин. Лох чин? Вот лох чин я это понял. Да, кстати, слово лох, оно происходит от, собственно, армянского вох ч, изначально. Там просто произошла фонетическая трансформация, изначально это от слова вох ч. И поэтому, когда мы в дательном падеже говорим, то есть так просто лох, а в дательном будет лох чин, то есть это джа там восстанавливается, потому что происходит от слова вох ч, изначально. Да, поэтому вох чинь, лох чинь. Алексей, а тебе знакома вообще этимология армянских слов? Знакома, да, может быть. Вот у меня такой вопрос. Вот как по-армянски петух? Акхлор? А на арцахском диалекте? А, ворцак. Вот. Откуда это слово появилось? Почему оно так звучит? Ворцак, ворц, это армянское, это, собственно, армянское слово, да, оно означает самец изначально. Ага. И петуха тоже может означать, да, ворцак. А так акхагаг еще есть. То есть получается, что в ворцахе это слово «самец», оно сохранилось, а на территории Армении, Армянского Нагоря, оно уже утратилось или как? Почему там иначе звучит? Ну, просто значение поменялось, сдвинулась семантика. Со временем, да? Да, со временем. А вообще слово само «вождь», оно существует и в других диалектах, и в литературном. Понятно. Скажи, такой вопрос, вот ты переводил ряд фильмов, книг, насколько сложно это давалось, вот по времени, сколько у тебя уходило на перевод? Это, я знаю, это адский кропотливый труд. Да, это очень трудоемкий процесс. Ну, по-разному, в зависимости тоже от занятости, от загруженности. Ну, это, если большая книга, то это не один месяц. Сначала переводишь, потом еще и редактируешь, вычитываешь. Почему ты денег ни с кого не брал за свою работу? Я не хотел просто брать. Я делал именно ради популяризации армянской истории, культуры и так далее. Ну, в Ростове я был членом армянской общины. То есть, я там работал в газете «Нахичеван на Дону». Я там даже был редактором армянских текстов, именно армянской части, да, этой газеты. Было даже дело, когда замещал кого-то из учителей армянского языка в общине, преподавал. Ну, детям, взрослым, в воскресной школе. Такой факт был в моей биографии. Ну, ты вообще уже, наверное, поняли, наши зрители, что ты еще скромный человек. Учитывая манеру подачи твоей речи, это видно, что ты скромный человек. И я хочу сказать, что тут же дело еще не в армянском языке, что ты еще сам по себе через, наверное, язык стал таким армянофилом, что ли. Ведь у твоего сына второе имя армянское. Как его, кстати, зовут? Да, второе имя у него Гайк. Так его зовут Денис. Он был крещен в армянской церкви. Да, и имя Гайк. Мы его сейчас покажем на экране, твоего сына. Сколько ему лет? Сейчас ему 9 лет. Летом скоро исполнится уже 10. Я вот что хочу сказать. Мы же не зря перешли к сыну. Мы по поводу языка сейчас еще продолжим. Я хочу обратиться к нашим зрителям. Перед вами сидит армянофил, который долгие годы пропагандировал армянскую историю, армянскую культуру в русскоязычной среде. Он переводил нужный нам и многим другим представителям народов наше армянское на русском языке. Потому что мы с вами знаем, что на армянском языке, в принципе, проблем нет. Много всего написанного и древнего, средневекового, современного. На армянском языке можно все это купить, почитать, посмотреть. Проблем с этим вообще нет. Голод такой существует, лингвистический голод. Это в русскоязычной среде, когда многие армянские книги просто не переводятся. Вот есть они на армянском. Хотите, читайте. Но русскоязычные, те же даже русские люди, они могут, допустим, почитать, скажем, о наших героях. Допустим, о том же Монте, в котором был снят фильм. И вот Алексей перевел на русский язык, чтобы и русскоязычный зритель в русскоязычной среде мог познакомиться с национальным героем Армении Монте Мелканяном. Ну и так далее. Там и Тигран Великий. Вы видели, я зачитывал все, что делал Алексей. У Алексея сейчас большая. Я не буду лукавить, говорить маленькая. Нет, большая. Проблема дошла до того, что, в общем, ему нужны деньги на лечение его сына Гайка. Я думаю, что Алексей сейчас на армянском языке к вам сам обратится. Я еще раз хочу сказать, что я его буквально втянул в этот эфир. Он долго думал быть этому эфиру или нет, потому что он очень человек застенчивый. Он всегда находился в тени. Я больше чем уверен, что вы о нем раньше не знали, не слышали. Он один из тех людей, который все делал для армян, находясь в тени. То есть, его имя, его образ никому не был известен до этого момента. И я его пригласил сегодня в эфир, чтобы познакомить его с вами, потому что ситуация крайне патовая. И сейчас он к вам обратится. Алексей, сделай это. Я понимаю, что тебе неудобно, учитывая, что ты за свою творческую работу. Не все армяне сделают, кстати, это. Переводы, да еще и бесплатно. А ты сделал столько. Поэтому ты имеешь право обратиться к армянам, чтобы они тебе посильно помогли. Можешь это сделать, скажем так, на армянском языке, потому что, ну, может быть, кто-то не услышит нас на русском. Ну, на русском я уже, в принципе, все сказал. И будьте смелее. Пожалуйста. 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 Мы не должны быть угрозы, мы должны быть угрозы. Мы должны быть угрозы. В первую очередь, мы должны быть угрозы. Субтитры создавал DimaTorzok Просто и обращаясь также к людям, возможно кто-то на армянском не понимает Еще в трехлетнем возрасте начали мы замечать какие-то странности в поведении, он не смотрел Аутизм, да, у него? Да, ему ставили изначально аутизм Потом со временем добавилась еще эта диагноза, то есть там даже была какая-то неопределенность Кроме того поставили СДВГ, это синдром дефицита внимания и гиперактивности, потом органический инфантилизм, церебростинический синдром И он очень нуждается в реабилитации, в постоянных занятиях с психиатрами, с психологами Я думаю нас услышали Я думаю нас услышали без других объяснений, потому что я понимаю, что ты сам человек застенчивый Но и никогда в жизни ни у кого ничего не просил Но вот сейчас патовая ситуация, в которой каждый из нас может в конце концов оказаться А тем более такой человек, как ты, который все это всегда делал и продолжаешь делать безвозмездно То уж посильно, я думаю, каждый сможет помочь Посильно, ребята, это означает, вернее посильно это не означает тысяча рублей или пять тысяч рублей или десять тысяч рублей Посильно это может быть и десять рублей То есть главное, чтобы активировались, чтобы помогли маленькому русскому гайку Вот о чем я хочу сказать Я знаю, что у вас могут быть вопросы, сейчас в России непростое время Ну уж что-то мы все равно можем выделить У нас будет вот внизу под этим роликом карта Сбербанка Касаемо тех, кто проживает за рубежом и тоже могут возникнуть вопросы Что с переводами вообще Россию и касаемо этой ситуации нашей сегодняшней темы и касаемо вообще Я вам хочу сказать, пока, слава богу, переводы в России можно делать через Western Union Через MoneyGram, через Golden Crown, Contact и, по-моему, RIA Но отличается от добрых старых времен только тем, что можно было здесь получать в долларах и евро Но теперь уже будут давать в России только в рублях То есть там можно перевести в долларах, но здесь получат люди в рублях Поэтому, в принципе, пока все это работает И контакты нашего сегодняшнего гостя я тоже дам под этим экраном С ним можно будет связаться тем, кто, скажем, не может перечислить на карточку ему Но может перечислить, скажем, каким-то переводом Что Алексей готов к общению, можете с ним связаться Это все для маленького Гайка Алексей, давай вернемся сейчас к теме Мне чертовски нравится то, что ты делаешь Скажи, а вот как по поводу работы К тебе не обращались, скажем, может быть Или ты бы хотел работать, быть полезным Скажем, для той же Армении Ведь помимо того, что ты знаешь русский язык Помимо того, что ты знаешь армянские языки, я так скажу Плюс диалекты Ты же владеешь еще языками наших соседей Которых ты тоже выучил И весьма успешно Да, достаточно неплохо Владею Если кто-то заинтересуется, конечно Я тебе могу сразу за них ответить Они точно не заинтересуются Единственное, кто может заинтересоваться Вот у нас здесь был гость Молодой человек Который открыл курсы азербайджанского языка в Ереване Вот это, наверное, единственные люди, которые могут заинтересоваться А вот то, чем занимается там армянская разведка Я, к сожалению, не знаю Я думаю, если бы они были бы заинтересованы Они уже и мной давно бы заинтересовались Но так как они ни ко мне, ни к моим товарищам Весьма полезным не обращались Я думаю, что они и сейчас спят еще куда более, чем прежде Но, тем не менее, я просто о чем? Я о том, что ты, помимо армянского, еще несколькими языками владеешь Можешь перечислить, какие это языки? Ну, смотря в какой степени, ну да Изучал также английский, испанский, турецкий, азербайджанский Ну, поверхностно европейские языки тоже знаю не так хорошо А я слышал, что ты еще и говоришь на чеченском языке Ну, да, по крайней мере, раньше говорил Ну, понимаю, могу смотреть какие-то передачи и так далее Слушать что-то, понимаю речь Сейчас говорю уже не так свободно Просто практики не было давно А так чеченский, ингурский, да Ну, еще языки Кавказа тоже многие здесь распространены И тюркские еще некоторые Но приоритет у тебя все-таки армянский язык, насколько я понимаю Ну, это да Скажи вот такой вопрос, я думаю, многих интересует Потому что очень часто идут споры Армянский язык, ну, понятно, что из индоевропейских языков Наряду с греческим языком и албанским языком Это такой какой-то язык аутсайдер, да? Я имею в виду в индоевропейской семье Их, по-моему, всего три Албанский, греческий и армянский Ну, да, но греческий тоже очень такой неоднородный греческий сам по себе Да, да, ну, да, понятно И с греческими языками даже, да Да, но скажи, тем не менее У армянского языка есть какой-то наиболее ближайший родственник Из далеких этих самых родственных языков? Вот какой бы язык ты, как бы, приблизил все-таки к армянскому? Типологически всегда сближали фригийский язык, греческий тот же, но все-таки То есть наши родственники практически уже все вымерли? Да, да, это точно Потом какой-то период его пытались причислить к иранской группе Но это больше из-за большого количества заимствованных корней В основном из среднеперсидского Да, и это действительно так Я, знаешь, еще что хотел сказать? Чтобы вот ты только подтвердил или опроверг мои слова Очень многие армяне делают ошибки Когда говорят, что... Ну, подхватывают, вернее, Азерпроп И говорят, что в армянском языке Какое-то там энное количество азербайджанских слов Учитывая, что я знаю фарси Я знаю азербайджанский Я знаю турецкий язык Я знаю все это и могу скомпоновать И сказать, что то, что мы называем Вернее, эти люди называют азербайджанскими заимствованными словами Вовсе не являются азербайджанскими Они заимствованы в основном все из персидского языка Да, да, все верно Это общая зависимость, да Чистых тюркизмов даже в диалектах не так много Ну, так, навскидку, кроме Саг, Йорган Так сложно даже что-то вспомнить Именно тюркских по происхождению И то это в диалектах В литературном и того нет Ну, я это тоже заметил, да Но из диалектов, скажем, где наиболее достаточное такое количество, скажем, заимствованных иронизмов? Наверное, в Арцахском, да? Ну, достаточно много, да Хотя их везде, наверное, хватает Если тюркизмов именно, то это, скорее, все-таки диалект донских армян Там побольше будет Ой, это да Здесь я с тобой полностью согласен Я не понимаю, почему Но я так предполагаю, что, скорее всего, поносило их жизнь Потому что они жили при Крымском ханстве, при Астраханском ханстве Я даже замечаю в диалекте донских армян Не только огузские слова Но и слова копчакского происхождения Да, это четко видно Это крымско-татарское влияние, да, безусловно Да, но копчакское, наверное, это влияние все-таки уже астраханских татар А вот крымские татары – это все-таки огузское влияние А нет, они же не однородно, крымские татары Ялы Бойлю на побережье У них язык огузской ветви А вот срединные уже копчаки Что я не знал Ты имеешь ввиду крымчаков-караимов? Нет-нет-нет Именно субэтнос крымских татар Которых там татами называют У них копчакский язык по происхождению Ну, вообще в основе своей А северные ногаи У них, собственно, кепчакско-ногайская ветвь уже А мне еще показалось, что гюмрийский диалект Он очень близок к донскому-армянскому Ну, в чем-то, да Тоже один из западных диалектов Хотя гюмрийский скорее переходный А можешь что-нибудь такое сказать на донском-армянском диалекте Вот чтобы чисто наш зритель услышал Потому что он такой обособленный Его можно услышать только Если прибыть в Ростов Больше особо его нигде не услышат Например, в Армении никто и не услышит Как звучит донской-армянский язык Хотя, хотя Сейчас, пока ты думаешь, что сказать Я скажу, что Из донских армян Достаточное количество было Выходцев в Армении Это, по-моему, тот же Таманян Архитектор Еревана Современного же Еревана Это Мартирос Сарьян Художник Это Микаэл Налбандян Это соратница Ленина Мария Это Шагинян Да Достаточно очень много И они работали в Армении Во благо Армении Один из католикосов Имя я сейчас не помню Был тоже из донских армян Но, как бы, представители были и есть Но, вот, скажем Их говор, он особо-то армянам не знаком Вот, что-нибудь озвучь Ты знаешь Я тебя все-таки перебью Но уже поняли Вот это вот Р Р Оно Исключительно только у донских армян Или есть еще в каком-то диалекте Ну Английское вот это Р У иранских армян встречается У них тоже такое, да? Да Может быть Не такое Явное Но, тем не менее Слушай, а скажи мне Мне всегда интересовал такой вопрос А вот Донские армяне Плохо говорят Перат А хорошо говорят Ринде Ринде Откуда это? Ринде Я, по-моему, больше нигде и не слышал Ни в каких диалектах Это заимствование Сейчас Так, навскидку Этимологию Но это не тюркские заимствования Нет, нет, нет Это Это что-то Либо из курдских Есть и в других диалектах Тоже У гамшенцев Например В гамшенском Эти же пираты Ринде? Ринде Ринде И в других Ринде На местном Здесь Ринде Ринде Но это Это больше у чалтерцев Например В больших салах Там Агейг Это западно-армянское Агейг Агейг Пират Пират Насчет Пират Сейчас затрудняется От слова Наверное Пират Но это же плохой человек Пират Только так Можно объяснить А у гюмрийского Диалекта Есть какие-то Такие слова Или выражения Которые тоже Отличают Скажем От других армян В голову Вот что-нибудь Такое Сразу Приходит Ну Например Хора Таакене Разговариваю А вот так Как еще раз Хора Таакене Впервые Слышал Или Например Тонкене Тогда Дождь идет Ну По-варцахски Тора Кяма 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 А на А Торны Кяма Это означает Внук идет Да Торна Да Ну так Фук Это От Армянского Бук Метель То есть Это слово Есть Да В любом случае Да И корень Татав Тоже есть Вот например Луса Татав Там Так далее То есть Само по себе Слово Тоже Армянское Скажи Тебе Армянский язык В общем В жизни Пригодился Ну Конечно Это ключ К очень Многому В плане Изучение Культуры Литературы Древние Древнее Наследие Ну и В общении Конечно С людьми В Матинодоране Ты бывал? Бывал Бывал Тебе давались Тексты В Матинодоране? Ну Я так Не изучал Там Больше Был на Экскурсиях Ну Я давно Там не был Уже Последний Раз В 2008 Году Я там был В Армении Ты был Последний Раз Да Скажи Вот еще Такой Вопрос Последнее Время Стало Модно Делить Государство Урарту Между Чеченцами И армянами Да Уже Смешно Ну Смешно В том Что Вообще Урарту Почему-то Делят Хотя Государство Находилось Там Где Есть И сейчас Армения Не было Армения Вот И тем не менее Много ли ты нашел Общих слов Таких Древних слов В чеченском языке Которые бы Совпадали С армянским Вот когда я прошу Это сделать Моих чеченских Друзей Или Армянских Как правило Мне высылают Одни и те же слова И меня тоже Распирает смех Потому что Как я понял Ни чеченцы Ни армяне Не знают Что это Слово Которое Они Предоставляют Как В качестве Общего Слова Чеченского И армянского На самом деле Имеет Арабские корни И Вошло В лексикон Армянского И того же Чеченского Языка Во времена Еще арабского Халифата И так Как бы Они И прижились И там И там И как бы Вот эти слова Которые не имеют Отношения Тем более Курарту И тем более К древнеармянскому языку Да Они Выставляют Как общие слова У чеченцев И у армян Может я ошибаюсь Скажи Есть какие-то слова Общие Которые не имеют Отношения К арабизмом К арабизмам Или иронизм А вот Исключительно Встречаются Только у Войнахов И у армян Больше Ни у кого Ну Честно говоря Я так Не припомню Сейчас В основном Это Либо какие-то Общие заимствования О чем я и говорю Но как бы ты Припомнить не можешь Что-либо найти Да Вот что-то Такого явного Возможно Просто Был более Широкий Ареал Распространения Этих языков Хуритаура Может до Кавказа Доходил Ну Каких-то Именно доказательств Что Они вышли Именно Из этой Территории Есть Есть версии Есть версии Да Гипотезы Теории Ну Не обязательно Именно Чеченцы Потому что Те же Дагестанские Языки Их там Уйма Они тоже Родственны Чеченскому языку Ингушскому Они как бы В этом Не уникальны То есть Их тоже Тогда следует Перечислять Ты даже Поэтому Я бы хотел Тебя еще Как-нибудь Пригласить Чтобы мы С тобой Поговорили Исключительно Об армянском Языке Чтобы Люди Не знающие Армянский язык Все-таки Помимо того Что они изучают Английский Французский Особенно Это касается Армян Да Могли Как бы Задумались Хотя бы Изучать Армянский Я думаю С твоих уст Это будет Наиболее Звучать Интереснее Потому что Ты один из тех Для которых Вообще Армянский язык Не является Родным языком Но тем не менее Ты его Ты его выучил И все Прилагательные Выучил Этого языка И всех Его детей И даже Родителей Учитывая Агропар Вот И ты бы Стал бы Достаточно Таким Хорошим Наверное И правильным Наставником Поэтому Спасибо Тебе За сегодняшнюю Встречу И главное Спасибо Что ты Все же Доверился Мне Доверился Моим Зрителям А у меня Зрители Достаточно Очень добрые Щедрые Люди Они Если Помогают То они Помогают Я думаю Что Наш с тобой Глаз Будет Услышан Я Очень Прошу Наших Зрителей Чтобы Помогли Алексею В этой Непростой Ситуации Ну а вместе Конечно Мы Преодолеем Все Эти Трудности Еще раз Алексей Спасибо Большое Тебе Спасибо Что переборол Свой страх Все думал Как выходить В эфир У тебя нет И не было Никогда Таких Скажем Амбиций Чтобы Выступать Перед камерой Да Ты всегда Находился В тени А тут Ну скажем так Дебют Вадим Все-таки Тебя вытащил Ну и Последний На пассажок Можешь Что-нибудь Сказать Каким Может быть Пожелание На армянском языке И на этом Мы с тобой Закончим Субтитры в эфире. До новых встреч. Хочу вас предупредить, что ближайший у нас выпуск будет достаточно интересный, плюс еще полезный, что немаловажно для канала Антитопор. Поэтому до следующих встреч в эфире через неделю. До свидания. Увидимся. До свидания. Спасибо.